недавно один мужчина мне написал такие слова андрей андреевич можно ли стать богатым допустим я написал 10 песен или там я снял фильм или я написал книгу я написал 10 статьи ли 100 статей почему там я не становлюсь популярным и так далее я картину написал и хочу ее вот мне кто-то там отправил в телеграме андрей андреевич вот я картину нарисовал маслом там нарисованы банкноты называется энергия денег могу ли я эту картину продать за миллион долларов сша ну и мне хотелось бы несколько слов сказать об этом конечно же когда вы видите допустим там популярного блогера дудя или допустим блогера там дмитрия гордона которые проводят интервью где-либо и к ним на их страницу в youtube или их страницу какой-либо заходит огромное количество людей там 100 тысяч за один просмотр миллион человек за один просмотр и так далее то обычно мы думаем что это происходит как бы само по себе на самом деле вы видите только блогера а в целом это самый настоящий экономический или творческий финансовый проект и так что это и как это все делается вот смотрите допустим допустим дмитрий гордон или гордон он решил стать человеком которому будут приходить гости что он начинает делать у него есть определенная сумма денег он берет эту сумму денег и звонит или идет навстречу какому-нибудь очень популярному блогеру или к очень популярному человеку и предлагает этому человеку сняться с ним в интервью заплатив ему энную сумму денег допустим он идет там горбачеву или идет еще кому-либо или идет там к мангерштерн у или идет к там филиппу киркорову и так далее говорит филипп бедросович я вам заплачу 30 50 100 тысяч долларов за то чтобы вы провели со мной интервью после чего он приходит это интервью записывают при этом это интервью становится популярным потому что на фоне или на волне популярности филиппа бедросовича появляется желание людей смотреть на популярного героя или героя своих раскрученного героя или на разрученного раскрученного по партиста и так далее при этом это видео становится популярным после чего люди видят как это видео становится популярным и они хотят чтобы дмитрий гордон взял у них интервью после чего они звонят ему и говорят дмитрий я не знаю как его по отчеству гордон скажите можно ли чтобы вы взяли интервью у меня и он говорит ну конечно с удовольствием это сделаю но вы за то что я у вас возьму интервью должны допустим политик какой-нибудь должны заплатить мне 50 тысяч долларов и человек говорит о год почему так много потому что и я дальше объясняю он говорит 5000 за интервью я возьму себе потому что мне тоже хочется жить 10000 долларов я заплачу в информационные популярные новостные издания куда я буду вас печатать еще 20000 долларов я заплачу тем людям журналистам которые на меня работают которые напишут эти статьи и которые публикуют а еще я заплачу деньги для того чтобы это все пропиарить в телеграме для того чтобы это увидели в вайбере для того чтобы купить рекламу продвижения в youtube на сторонних сайтах данного видео и так далее поэтому я то заработаю 5000 долларов а вы для того чтобы стать знаменитым должны заплатить эти деньги видите как это устроено и это говорит о популярности нет это все механический технический процесс развития бизнеса в инфопространстве вот это так устроен